Другом там или муж с женой сделали изобретение, потом поссорились, развелись, и они по-прежнему два собственника изобретения. Согласно законодательству американскому, каждый из собственников имеет 100% изобретения. И может делать с ним что хочет, продавать, лицензировать, не делясь прибылью. Поэтому вот ситуация с совместным изобретательством, она очень чревата плохими последствиями, потому что партнеры ругаются, партнеры ссорятся, муж с женой разводятся, две компании, если они подали вместе, каждый из них. В общем, должно быть какое-то внутреннее соглашение, которое позади вот этого договора о собственности, который определяет, как будут, ну, чтобы не было такого, что можно продать, не делясь партнерами. Речь идет о совместной собственности или совместном авторскому коллективе. Нет, о собственности. Собственности автора. О семейном праве, о семейном праве, а потом уже о другом. Нет, о семейном праве. И речь идет о собственности на патенты и разделении прибыли от собственности на патенты. Вот сейчас достаточно такая интересная тема патенты как активы. Вот, патенты как активы. Вот, и образуется целая куча таких компаний, которые ничего не делают, только скупают патенты. Их иногда называют троллями, их иногда называют тоже ангелами, потому что они покупают патенты, и потом, это не ваше дело, за сколько они ваш патент продали. Вы получили деньги с них, и, значит, спасибо, Ильич. Вот, и один из очень известных основателей, вот этот Нейтан Мирол, он бывший CTO, самый главный в Майкрософте, и основатель, сооснователь вот этой Intellectual Ventures, компания тоже расположена недалеко от Майкрософта, в штате Вашингтон. И они лицензируют, покупают и продают чужие патенты. Так, ну, трейдмарки, будем говорить с лекарствами. А у нас и нет промышленных. А, дизайн? Нет, промышленных моделей нет, промышленные, 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 да, промышленные, да. Значит, дизайн. Дизайн, вообще, мы их всегда получаем очень легко, вот, потому что все-таки дизайны, практически, один раз мы не получили, сейчас я скажу об этом случае, их очень тяжело искать прототипы. То есть, практически, мы можем посмотреть, ну, мы можем посмотреть столы, да, но столов столько вариантов, как найти, вот, есть такой стол или нет такого стола. И, практически, мы их всегда получим, причем, на самые разные вещи, начиная от какой-то гайки интересной формы до автобуса, до свадебного, там, такого автомобиля, который украшенный всякими вензелями. И, я не знаю, чего только не было. Сейчас, в популярной интерфейсе программы, там, ерунки расположены, отдельные ерунки готовы к дизайну. Это именно как патенты? Да, дизайн. Это некие отдельные ерунки, которые... ...фигурные ерунки, да. Ну, во-первых, это товарный знак. Нет. Именно как дизайн делается. И у нас, и за рубежом. Да, шбор какой-то такой, где кнопочки расположены, очень удобно. Вы заберете дизайн, но... Ну, да, можно. Вот, и мы получали, мы получали на дорожный знак, например. Я не знаю, почему. Те примеры, которые вы приводите, больше похожи на промышленный дизайн. А коллеги спрашивают, допустим, о интерфейсе. Интерфейс, это есть. То есть, это тоже промышленный образец, так и... Да, можно. Если это будет ограничение по количеству изображений. Это у нас, а у США. Я могу сказать, что я получала на набор карт. Игральный карт. Их было 52. И она каждая была... Это был парень из Бразилии, попросил зарегистрировать набор игральных карт, где были футбольные какие-то изображения или фигурки. И мы их получили. Но экзаменатор экзаменовал все 52 изображения. Поэтому это было довольно долго, но, в конце концов, успешно. Пожалуй, это был самый большой объем, который мы пока что использовали. Чтобы это было больше, ну, 50 точно больше. Это тоже графический, наверное, дизайн, да? Графический. Но нужно указывать, что нет толщины. Что толщина не является... Не карту же самого патентового изображения, получается, обложку и промышку. Ну, две стороны, да? Игральный карт. Это вот было. 52 было. А можно ли больше? Наверное, можно. Скоро нейронная сеть, наверное, будет анализировать эту схожесть на схожесть, не человек. Перебирать все эти варианты. Ну, это удобно. И есть какие-то коды, по которым они вытаскивают. Вот я помню про трейдмарк. У нас была российская компания. Регистрирование марку «Клаустрофобия». Это для таких комнат, да, куда вы заходите и отгадываете ключи к следующей отгадке. Квесты. Квесты. Квесты, да. Вот. И называлась эта компания и это «Клаустрофобия». И у них в одном из букв был ключик нарисован. Ну, как картинка. И вот экзаменатор не пропускала, потому что есть ключик и есть похожие марки, совершенно другие, но в которых есть ключик. Ну, и мы отбивались, потому что первое и важное слово – это «Клаустрофобия». что мы получили это, но вот этот вот ключик нас просто вбивал, потому что он похож на другие марки. А вот само описание заявки на дизайн, что включается? А можно описать? Какие они могут быть? Нет, 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 нет. Там две строчки. Нет. Дизайн очень простой. Вот вид спереди, вид сзади, вид слева, вид справа, вид сверху, вид снизу и заметно. Графический, не текстовый писатель. На рисунке мне нужно. А это я сама. У нас просто требуют описание. Чтобы хотя бы… Минимальное. Аналоги и отличительные части. Принять. Итолуга. Нет. Характеристику сейчас убрали от существенной признаки, а в любом случае описание требуется. Формула изобретения у нас такая. Нет, нет, нет. Формула изобретения. Это описание промышленного образца. Нет, у нас нет. В околопатенте, посмотрите, описание изобретения… Там, да, там… 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 Келлен Маск. Вот у него всего восемь этилетов зарегистрировано. Один из них про автомобиль. Две строчки в тексте и ссылки на рисунки. Раньше у нас это публиковали описание. Сейчас… Там полностью… Нет, нет. Там говорится, что я, товарищ Ивану, придумал стол для работы за компьютером. Точка. А дальше описание рисунка. Вид стола спереди, вид стола сзади, вид стола спереди. Это изометрия. Можно две из один, если это способствует пониманию. Бывают очень сложные ситуации. Мы регистрировали бутылки водки, которые полупрозрачны. И вот эти особенности, как передается полупрозрачность, как передается матовый, как морозный рисунок. Это нужно очень правильно знать. Правила рисования. Иначе, если вы неправильно это нарисовали, то у вас просто этот элемент уберут из дизайна. И будет тоже бутылка, но как бы без морозного этого вздоха. А вы просто фиолети не просите ее? И потом, вот если у вас на каждой бутылке разный морозный вздох, он как бы случайный, то это нельзя запатентовать. Можно запатентовать только один морозный вздох. Вот только такой, как на этой картинке. И вот у нас есть еще такой клиент, у него коврик. Знаете, такие коврики бывают, которые так складываются, квадратные, да? И вот она с пупырышками, чтобы ребенок... Массажный коврик. Да, ножки развивал. И у него на каждом коврике вот этот разный дизайн. То есть, по идее, значит, хорошо. Либо каждый коврик патентовать, тогда можно комбинировать любую. То есть, фактически это нельзя. То есть, листовая гамма тоже входит в дизайн? Можно заявлять цвет, можно не заявлять. Значит, если я... У меня восемь дизайнеров, скажем. И вот я все восемь, да? Тогда нужно продавать уже все восемь. А если у вас есть набор из двенадцати, в который входят вот эти восемь и повторяются четыре, но это как бы уже грубое, да не совсем то, что вы продаете. Ну, понятно, да? Проделенные сложности, когда рисунки. А вот я еще встречал патенты. Американский дизайн, который смартфон, да? То есть, они вот корпус смартфона пунктивом рисуют. А то, что они защищают, например, до расположения экрана. Пункт первым, это значит, что не заявляют, не являются частью. То, что девушка расположена на камерах, на том месте, вот это жили жирные. Да, это и заявляется. Вот у нас была сумка для ношения ружья из Литвы. Кожаная такая сумка. И, ну, как желуд такой, куда большое ружье встать? Потому что охотник стоит, 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 а заяц не идет. Вот, и ну что, уже устаешь держать это ружье. И он не падает, отпустите, он несет. Вот, и вот эта сумка была, она нарисована в черном, ну, черными линиями, да? А в последнем рисунке показано, как она используется для ружья. И ружье не заявляется, а просто объясняется, что вот именно так и можно. На звучании. Да. Или вот что-то для ношения, там, к примеру, аппарат для выпрямления спины. Такие сейчас модно, чтобы вот такие полоски были, чтобы человек ходил прямо. И человек нарисован в пункте. Потому что, естественно, это не человек заявляется, а вот только вот эта часть. Ну, а еще вопросы? Да, давай, мне кажется. Расскажите, пожалуйста. Ну, что можно сказать? Это достаточно, вот у нас есть национальная заявка, и у нас есть заявка в другой стране. И очень часто подаются по Мадридской системе сразу на много стран. Это удобно. Это не просто удобно, это дешевле. Это удобно. И подавать по Мадридской системе надо из той страны, где расположена ваша компания или где у вас гражданство. То есть, ну вот мы не можем вам подать по Мадридской системе, если вы только гражданин России и ваша компания в России. Надо подавать это из России. В чем преимущество Мадридского протокола для подачи в США? Я вас не отговариваю подавать напрямую в США. Я просто говорю о том, что есть вегатные моменты. Что такое подача заявки на товарный знак в США? Это значит, что вы выходите на рынок США с этим товаром. И нужно показать, что потенциально гражданин США может купить ваше изделие. Это, например, есть веб-сайт на английском языке, где написано вот эта пищевая добавка. Вот она стоит 3 рубля, нет, 3 доллара. И вот кликай сюда и закажи, и мы пришлем. Там будет высветиться, сколько будет стоить и сколько будет стоить отправка. И понятно, что человек может это купить. Или же, например, можно прибор-спектрометр, на нем написан этот товарный знак. И сам хозяин, предприятие говорит, мы поставляем такие приборы в США. Этого слова достаточно. Дело в том, что никакие подтверждающие документы нам не нужны. Нам нужно слово, и никто не справится оспаривать слово. Ну, такие мы простые. Вот. И если вы подаете сразу в США, то вам нужно будет вот это подтверждение использования. А если вы пытаетесь помадрить по патоколу, то это подтверждение использования не нужно еще в 6 лет. Что может быть подтверждение? Подтверждение может быть просто фотография веб-сайта, на который можно заказать этот товар. Или же фотография может быть фотография прибора, например, спектрометр, который вы продаете в США. И вы просто говорите, мы продаем эти приборы в США. Посмотрите, вот фотография этого прибора, на ней написано «Мал». Или там штаммы какие-нибудь, полиэтиленеры, которые вы продаете, но на них написано «Этого». А сколько за регистрацию одинаково, скажем, сколько у нас в США? В США за один класс 275 долларов. Это пошлина, за которую мы платим годы. А дальше стоимость регистрации от начала до конца или только за подачу, или, в общем, можно подать, как планируется к использованию. Вот нам, значит, мы с трудом зарегистрировали марку для напитков под названием «Ями-Маями». И к моменту получения марки наши заказчики так и не смогли начать производство и продаж этих марок. И тогда можно заплатить за продление срока для подачи документов, подтверждающих использование. На полгода это стоит 220 долларов только пошлина. Ну, скажем, там еще 150 долларов за то, что мы все это оформим, подадим. И еще полгода можно будет не подавать использование. Но через полгода мы опять придем и говорим, так, ребята, вы уже начали продажи или не начали продажи, можно еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз. То есть, в общем, можно много раз подать продление этого срока. Но на самом деле я считаю, что надо подавать тогда, когда вы все-таки уже планируете продавать. Или же продавать по мадридскому протоколу, тогда у вас есть еще 6 лет до того момента, когда вы должны подавать подтверждение использования. Я сразу предупреждаю, проблемы. Проблемы такие. В России продают вот такие списки товаров на каждый класс. Там чего только не продают. Я нам никогда не поверю, что эта фирма, которую я никогда не видела, не слышала, не знаю ее. Она в каждом классе, у нее сотни товаров, которые она производит и продает. Вот это США не любят. И, несмотря на то, что, в принципе, из этой сотни товаров в этом классе нужно показать, что вы продаете только один. Достаточно прислать фотографию одного товара из этого класса. Но все равно в этом чувствуется какая-то фальшивка. И очень часто нам приходит, что эта компания там производит, скажем, пищевые добавки, сибирское здоровье и так далее. А также производит бизнес-консультации по здоровому образу жизни. И как мы можем показать подтверждение использования этого типа бизнеса? Вот как эта компания, скажем, в США производит консультации по здоровому образу жизни? Бизнес-консультации. Какая компания в каком-то классе? Это значит, это ваш товар, который вы продаете. Значит, вы занимаетесь рекламой. Это тот товар, тот сервис, который вы продаете. Вы не делаете сервис рекламы. Вы продаете пищевые добавки. А всю рекламу вы делаете для себя. Это не продажа. Вот такие вещи. То есть очень часто добавляют сервисы, которые не делают на самом деле. И это большое расстройство, потому что сначала мы заплатили за подачу в этих классах, а потом мы не можем подтвердить это. Если даже у нас получилось, например, по всем классам завести товарный знак, то если мы, например, какой-то класс мы будем использовать, то есть товарный знак не реализуется под этим классом, то какой срок того, что конкуренты могут аннулировать именно использование в этом классе? Оно само аннулируется, не конкуренты. Просто если вы, например, заявили в области пищевых добавок, в области рекламы и в области бизнес-консультации, то и не можете подтвердить других классов, то марка выходит только на пищевые добавки. У вас нет марки на других классах. То есть причем это автоматически происходит. А если, например, в процессе, когда мы получили талантный знак, то мы используем измененный талант, то факт аннулирования, то есть это будет иметь место? Вы для подтверждения использования должны использовать точно тот знак, который вы заявили. Если вы высылаете в качестве подтверждения использование чуть-чуть измененный, то вы просто не примете подтверждение использования. Никакие изменения. Вот было две строчки, да, а вы там в одну строчку три слова написали. Это другой знак. У вас была красная сила. Если мы на данный знак получили, реализуем продукцию, видоизмененный. По других товарных. Да, то вам нужно регистрировать другой товарный знак. То есть у нас есть риск того, что наш товарный знак будет аннулировать. Ваш товарный знак будет существовать все спокойно и тихо. До тех пор, пока вас не попросят раз в пять лет подтвердить его использование. И если у вас нет товара с таким знаком, и вы не можете подтвердить использование, то знак будет остановлен. Да, в принципе, такое есть. Вот у нас был случай, что у вас есть, что у вас есть. В России, например, я слышал, что если товарный знак получил товарный аннулировать, то в течение трех лет, то есть конкуренты могут аннулировать в эту годную использование. Да, есть такое. И могут просто подать такую аналогичную заявку. Но сначала надо аннулировать, потом подать. Да, в принципе, такое есть. Особенно если, вот у нас был случай, нам противопоставили марку. Я пошла посмотреть эту компанию и нашла, что эта компания была дизолфт. То есть распущена полгода тому назад. Раз компания собственник распущена, товара нет, соответственно, отказа по этой марке тоже нет. Вот.